Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня, наконец-таки, я сделаю видео о покупочках! У меня их не очень много, но эти продукты все достойны внимания. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. И я, пожалуй, начну. Начну я с бьюти-блендеров. Это моя любовь. Я обожаю наносить тональное средство именно бьюти-блендерами. Уже, наверное, больше полугода я не пользуюсь кисточками, а использую только блендеры. Поэтому мой розовый блендер, который я покупала очень давно, он уже не такой хороший, выглядит не очень. Поэтому я купила два новеньких. Сейчас на рынке представлено много разных цветов. Фиолетовый, красный. И вот сейчас появился у нас именно у нас в магазинах черный и вот такой вот бежевый. Красный я не захотела. Не знаю почему, фиолетовый тоже. Розовый у меня уже был. И я купила вот эти два цвета. И надеюсь, они мне прослужат долго. Один из них хочу подарить маме, потому что маму я тоже свою подсадила на эти бьюти-блендеры. И нужно ей тоже уже заменить. Я думаю, что маме дам черный, а себе оставлю бежевый. Бьюти-блендер это замечательная вещь, которая отлично наносит тональное средство, растушевывает ее замечательно, не оставляя никаких следов и разводов. Поэтому, если вы еще не пользовались бьюти-блендерами, обязательно попробуйте. Это просто находка в бьюти-сфере. Я просто их обожаю и пользуюсь только ими. Всем любительницам покупок через интернет хочу объявить вам важную новость. На Алиэкспресс 11.11 будет проходить огромная распродажа, будут большие скидки. В честь распродажи Letyshops сделает большой праздник с призами на 1 миллион рублей. Будет много призов, розыгрышей и повышенный кэшбэк. В розыгрыше принимают участие все, кто в день распродажи совершил покупку на Али. Регистрируйся на сайте кэшбэковый сервис Letyshops. А все, кто установит браузерное расширение Letyshops, получат повышенный кэшбэк. Я с нетерпением жду эту распродажу. На Алиэкспресс очень много всяких интересных штучек, которые можно заказать. Девчонки и ребята, ждите этого дня и участвуйте в конкурсе Letyshops. Всю подробную информацию вы сможете найти в описании под видео. Так что заглядывайте, там все есть. Ну а мы с вами продолжим насчет наших покупочек. И следующее, что хочу показать, я наверное пройдусь по уходовой косметике. Я заказала себе вот такую вот исландскую уходовую косметику. Заказала набор таких мини-пробничков. В этом наборе были маска и такие гелевые патчи под глаза. Они у меня уже закончились. Я всех использовала. Одно могу сказать, что на патчи и маску кожа у меня отреагировала не совсем положительно. У меня появились красные пятна, раздражение. Но когда я нанесла, после всех процедур нанесла лосьон исландский, то конечно же кожа успокоилась. Но первое впечатление было очень непонятно. Потому что когда наносишь этот гель-лосьон на лицо, кожа как будто горит. Оно такое ментоловое и очень необычное ощущение. Но после кожа просто невероятно выглядит и по ощущениям тоже просто что-то нечто. Также в наборе у меня был такой вот карандаш-крем под глаза. У него очень удобный аппликатор. Силиконовая такая здесь губочка. И из нее вылазит крем. И вот именно этим карандашиком вы наносите крем под глаза. Вот хорошо у меня отреагировала кожа на этот крем. Никаких не воспалений, ни покраснений, ничего не было. Очень классный и с удовольствием пользуюсь. Если вы пользовались исландской косметикой, напишите в комментариях, какие ваши впечатления и что вы можете по поводу этой косметики сказать. Я зашла в The Body Shop и на витрине у нас стоял стенд с вот такими вот супер масками. Все маски безумно вкусно пахли. И я не устояла и выбрала себе британскую розу. Это натуральная маска. Вот очень приятно пахнет, успокаивает кожу. Люблю я ею пользоваться, когда принимаю в ванны. Вот здесь прям видно лепесточки роз. И пахнет просто невероятно вкусно, приятно. Я не могу сказать, что эта маска делает какие-то чудеса с моим лицом. Но вот если устроить какой-то спа себе денечек в ванной дома, то просто замечательная маска. Не слишком я часто ею пользуюсь. Ну, наверное, может раз в две недели. Ну, максимум раз в неделю. Ну, а так, в принципе, маска неплохая. Купила себе бодибаттер со вкусом персика. Это просто невероятный аромат. Пахнет вот реально, как настоящий персик. Еще что мне очень нравится, когда я вот на ночь наношу этот крем на свое тело, потом все пустельное белье вот так же пахнет персиком. И так же вот одежда тоже пропитывается ароматом. Очень приятно. Единственное, что я ожидала больше вам от этого крема, потому что блогеры очень хвалили. Поэтому я, в принципе, его и купила. Скажем так, покупка под влиянием Ютьюба. Но мне он не особо понравился. Он немного жирноват. И не так хорошо распределяется по коже, как мне бы хотелось. Потом остается немножечко такое липкое ощущение. Ну, я пока не нашла свой идеальный крем для тела. Поэтому, ну, вот этот один из, наверное, самых лучших, которых я пробовала. Ну, аромат просто перекрывает все недостатки, которые в нем есть. Так, перехожу к декоративной косметике. И с чего бы мне начать? Это Ланком Гипноз. Вот эта тушь просто идеальная. Эта тушь просто находка. Она отлично прокрашивает ресницы, делает такой кукольный взгляд. И отлично смывается. Вот целиком и полностью довольна. И, скорее всего, я, наверное, вот пока что на ней и останусь. Буду покупать именно ее. И параллельно пробовать какие-то другие продукты. Но пока что это просто замечательная тушь черного цвета. И я от нее в восторге. Также я приобрела себе новый парфюм, новый аромат. Это Good Girl. Хорошая девочка. От Каролины Эреры. Я эти духи увидела в Инстаграм у кого-то. И я просто загорелась. Мне очень хотелось их понюхать, попробовать. И если они мне понравятся, то приобрести. В общем, я купила маленькую версию. Это такая вот туфелька. Выглядит это, конечно, сногсшибательно. На столике это смотрится просто невероятно. Не сразу понятно, что это духи. Этот аромат относится к восточным цветочным. И я читала описание этих духов. Верхние ноты этого аромата это миндаль и кофе. Но, честно скажу, ну вот не чувствую я ни миндаля, ни кофе. А вот ноты сердца это джасмин и тубероза. Вот я могу сказать, что джасмин здесь представлен очень ярко. Мне вот больше он джасмином пахнет, нежели кофе или какао, знаете. Но приятный аромат, такой вечерний. Днем его не стоит использовать, потому что он довольно-таки тяжелый. А я днем больше люблю более такие, знаете, более свежие ароматы. А этот вот такой вот прям вечерний. Но я очень люблю эти духи. И вот первое за его внешний вид. И второе, конечно же, за аромат. Следующая моя покупка это подводка от Lancome Grandiose. Эта подводка в такой интересной ее упаковке. Ручка имеет такой вот шарик. Ее можно сгибать и наносить вот таким вот образом, либо же в стандартном. У меня цвет темно-коричневый. Скажу вам честно, сейчас я практически каждый день использую коричневую подводку. Она отлично смотрится на моих глазах. Мне даже, наверное, больше нравится, чем черная. Когда я делаю черные стрелки, глаза, конечно, более выразительные, более такие яркие. Но для повседневного использования коричневая подводка это для меня находка. Что мне еще нравится в этой жидкой подводке, то что когда она засыхает, то есть когда вы рисуете стрелки, средство высыхает и становится абсолютно матовым. Это меня подкупает очень сильно. Я вообще сейчас очень помешана на матовых оттенках и теней. И теперь у меня матовые подводки. Так что подводка классная, держится очень долго, не сохнет. И здесь суперская кисточка. Рисовать стрелки одно удовольствие, очень удобно. И вот классная подводка, я ей очень довольна. Заходила я недавно в Сефору и купила себе дуо-палетку от Nars. В этой палетке румяна и бронзер. Очень популярная палетка. Румяна оргазмы и бронзер лагуна. Такая палетка есть уже, наверное, у каждого блогера, кроме меня. Да, я впервые ее купила. Очень много о ней слышала. Недавно в Сефоре появились мини-версии. Это маленькая палеточка. Ее, кстати, очень удобно брать с собой, потому что она много места не занимает. И мне кажется, мне вот этой упаковки будет больше, чем достаточно. Также потихоньку, маленькими шажочками, я знакомлюсь с косметикой MAC. И в этот раз я приобрела вот такую вот палетку различных оттенков, которые можно использовать как по диагонали, по горизонтали, по вертикали. То есть все оттенки расставлены так, что они между собой сочетаются. И можно создать довольно много красивых образов. И разных при этом. В этой палетке есть как сатиновые тени, так и матовые. Я взяла именно эту палетку, потому что хочу ее использовать в ежедневных своих макияжах. Хотя с этими оттенками можно создать и вечерний образ, что тоже очень хорошо. Палетка очень компактная, тоже можно брать ее постоянно с собой, удобная. И у меня уже есть в этой палетке любимчики. Это средний ряд оттенков теней. Мне кажется, вот именно их я буду использовать чаще всего. Сегодня я сделала макияж этими тенями, и мне очень понравилось. Они не осыпаются, отлично растушевываются. И пока что нареканий у меня на эти тени нет. Буду пользоваться. И со временем уже расскажу вам более раскрытое мое мнение о этой палетке. Ну а пока что покупка удалась. Ну и, пожалуй, на сегодня, ребята, все. Вот все мои покупочки, которые за последнее время у меня были, которые достойны внимания. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Большое спасибо за ваш просмотр. И всем пока-пока.